Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть главные книги, которые, конечно же, это Евангелие, но Псалтирь была у каждого человека и все молитвы, по большому счету, строятся именно из Псалмов Пророка Давыда. И другой угол – книги певческие. Вот это ноты. Сейчас у нас линейная нотация, да? А это крюковая нотация. Вот подойдите вот сюда вы поближе, я вот такой уголочек. А еще вот эти вот черные пометы, их несколько тысяч вообще-то, которые обозначают и характер песнопения, которые обозначают и количество звуков, и долготу звуков. Много чего приходилось претерпевать. Вот здесь, кстати, у меня прабабка по отцовой линии. Вот эта фотография про бабушку и про дед. Вот она осталась в семилетнем возрасте сиротой, потому что родители забили ботагами именно за веру. Хотя это уже был, в общем-то, даже конец XIX века. Но такие вот случаи все равно случались. Дальше она воспитывалась здесь в Скиту, в Староверческом, на реке Иргиз, близ деревни Мосты. Староверов было здесь очень много, потому что они, я говорю, они сюда еще бежали, еще в XVII-XVIII веке здесь скрывались. Вот эта бытовая комната вышла больше такой вот женской. Здесь женский костюм, здесь женский молитвенный костюм. Когда богатые купеческие дочки все-таки тоже уже увлеклись модой, и европейское платье стало входить уже в обиход везде, то в церкви мужчины оставались в поддевках, такие вот, типа, как мужицкие длинные платья, да. Женщины вот в таких несколько бесформенных сарафанах, шалях и рукавах, которые, рукава должны прикрывать обязательно запястья. Сарафан трапециевидный не должен показывать женской фигуры. Мы шаль или платок должны закрывать локоть обязательно. То есть, вот такой. У нас до сих пор сохраняется никаких шапок, никаких шляпок, только платки. И даже не шарфы, как сейчас модно привозить, которые, да, с Востока в основном нам везут. Но у нас чисто юбки, сарафаны, платки. Основные прихожане так и до сих пор имеют отдельную одежду и постоянно на службах переодеваются. Женщины, прежде всего, занимались, конечно же, чем? Вот вечерами пели или духовные стихи, как вот про Боярну Морозову или про какие-то другие, да, нравоучительные вещи. Женщины занимались рукоделием как для себя, так и для храмов. Вот это подружник. Мы специально его сейчас положили на такую табуреточку. Раньше он лежал на полу, но почему-то всем хотелось на него встать. Это не подножник, не подколенник. А я так и думала. Нет, это не подножник, не подколенник. Это не подлокотник. Это именно подружник. Чтобы... Слово рушник. От рук? Вот. И это тоже от рук. Когда кланяешься, чтобы руки не прикасались к земле, к полу. Для того, чтобы крестное знамение потом только чистой рукой наносить. Потому что в древности монахи даже носили с собой по пустыне маленькие бутылочки с водой. Но не для питья, а для того, чтобы когда нужно перекреститься, всегда сполоснуть руку. В первую очередь человек просыпается, должен обязательно сполоснуть руку, а потом уже наносить на себя крестное знамение. Подружники бывают разные. Иногда из-за скутков шиты, увидите, в храме. Иногда там как-то украшены. Бывают имены с инициалами. Ну и еще один из атрибутов старобрядческих таких, это лестовка. Это аналог чёток. Вот здесь все расписано, что это и как, и для чего. Это называется лестовка. От слова лестница. Потому что с каждой ступенечкой, перебираемой, человек восходит на небеса со своими молитвами. Во-первых, вот эти вот треугольнички четыре, это обозначает четыре евангелиста. Вокруг обшивка. Это евангельское учение. Вот, внутри бусинки, это семь церковных таинств. И сколько там бусинок? Семь. Семь церковных таинств. Передвижек здесь ровно сто три. Двенадцать. Символика чисел. Двенадцать апостолов. Тридцать восемь. Женщины должны знать. Тридцать восемь недель Богородица носила в очереди Христа. Тридцать восемь недель идеальный срок беременности. А знаете, зачем здесь заложено? Потому что когда календарь был подвижный, тогда получалось то рожество такого-то числа, то такого-то. А оно не могло быть. И даже находились люди, которые говорили, ха-ха-ха, а у вас Христос сегодня недоношенный. Ну, когда вы празднуете, да? И только когда установили четкий календарь, что вот такого-то числа у нас Благовещение, такого-то числа у нас Рожество Христово, и так далее, чтобы не было никаких посягательств. Семнадцать пророчеств о Христе было в Ветхом Завете. Вот здесь вот три с одной, три с другой, и три больших вот разделяющих. Девять, да? Девять чинов ангельских. Внутрь, вообще по правилам, нужно закладывать молитву Иисусовую. И вообще, чаще всего, конечно же, если дома люди молятся, или молитва Иисусова, или Богородицы, ну, там при определенных случаях определенную молитву. На службе отсчитывается, когда поют Господи помилуй, там, сорок раз, да, или есть там и тридцать, и пятьдесят, все это вот отсчитывается. Только здесь больше вообще заложено и смыслового, и информационного. Господи Иисуса Христе, Сыны Божии, помилуй меня грешного, или нас. Ну, практически, практически так же, хотя у вас есть и изменения. Ну, сейчас прочитаю, вы поймете как. Во-первых, в окончаниях, а окончания, это еще и, ну, тоже имеет свои, так сказать, значения. Отче наш, иже и си, на небесех, да святится имя Твое, да придет в Царствие Твое, да будет воля Твое, як он на небеси, не ным, на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, да нам несь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавоком. Вот это вот, на небеси, на небеси, да, и на небесих, вот, это вот, разница имеет. На небеси, это вот, на видимом небе, а на небесих, это, это, это выше. Ну, здесь, в общем-то, еще интересный момент, вот там вот, повернитесь около самовара. Когда, видите, чашка стоит неправильная, вот, когда особенно дети у нас бывают, пока еще там где-нибудь рассказываешь, а дети уже бегут и кричат, а у вас чашка там неправильно стоит. Нет, она правильно стоит. А наверху висит такой настенный лист, на котором учение, да, лубок, о непокровенных сосудах. Если сосуд не покрытый, то там бесы омывают всю свою скверу. Посуда должна быть или покрытая, или перевернутая. И, между прочим, давайте скажем так, элементарный момент. Ну, в кубцах тоже такой же был, так же переворачивание. Когда закончили, да, и переворачивание. Элементарный момент. А стоит открытый, значит, туда падает пыль. Да, да. И все, и все, что угодно. Поэтому вся наша зараза, которая, так сказать, последние годы особенно нас посетила, вот она. И вот эту вот отдельную посуду, то, что староверы всегда там из своей кружки не дадут попить, там еще такие вот вещи говорили, когда-то насмехались. Ковид расставил все по местам. Ковид расставил по местам. Было построено много храмов, много старовряческих моленных. Почему моленные? Потому что не разрешали строить с внешними церковными признаками. А, соответственно, это уже молитвенный дом. Хотя без разницы, что молитвенный дом, что храм, что церковь. Это, по сути, все одно и то же. Храм от слова храменое, помещение. Это молитвенный дом. До сих пор мы называем, так сказать, моленные. И это будет тоже правильно, и это будет не зазорное. И вот место, где вот мы сейчас будем, вот этот вот храм, значит, это вот внутренний вид, вы там увидите больше. Вот это построено в 1878 году. Купец Федор Михайлович Любимов, купец второй гильдии, это его жена. А вот здесь было еще несколько храмов. Мы здесь отобразили только на момент закрытия. На 1929 год существовал наш храм, где мы сейчас находимся. Храм на улице Ленинской. Там сейчас стоит поклонный крест, и каждый праздник, воздвижение креста Господня, мы там молимся, молебен. И храм на месте Самарской губернской думы, Успенская церковь очень красивая, построена в 12-м году. Это внутренний вид. А это вид из газет 30-х годов, когда уже, видите, закрыт, крестов нет наверху. Вот. Ну вот тогда все закрыли, и долгое время молились по разным частным домам. Вот в 80-е годы один из молитвенных домов здесь представлен. Это в районе автостанции Аврора, Богатырский, Тупик-6. Здесь, ну, в принципе, я вам в храме это все покажу. По медному литью здесь много чего есть. Вот. Но так как мы пойдем в храм, то я вам покажу все это там.